Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня пятница, а значит время для выхода нового классного видео. Это ручки моей клиентки, мы их снимали на видео. Переносила покрытие, она очень сильно, ногти растут медленно и ногтям здесь уже почти целых 8 недель. Я думаю, что вы видите отросшую часть и также представляете, что если убрать кутикулу, она еще больше увеличится. Нами было принято решение, что мы делаем короткие ногти. Начинается сезон дач, огородов и вообще многие мои клиенты предпочитают теперь длину коротенькую. А какие-то наоборот хотят все длиннее и длиннее, потому что лето это пора экстравагантности. В общем, вас ждет еще море крутых и интересных видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и оставляйте комментарии и ставьте лайк к этому видео. Ну а мы снимаем покрытие фиолетовой фрезой от КМИС. Сразу же убираю длину, чтобы не спиливать лишнего. Тут есть такой нюанс, когда только вы увидели свободный край, то есть сняли так покрытие, что вам видно, где просвечивает ноготь, сразу же убирайте длину, для того, чтобы не снимать лишнего, не снимать материал и чтобы весь процесс снятия у вас происходил быстрее. Далее мы переходим к опилу формы. У нас были небольшие отслойки, ногти сами по себе средние, то есть не сильно тонкие, но и не очень крепкие. Поэтому сегодня будем выполнять выравнивание каучуковой базы, которая носится хорошо у всех моих клиентов. Вообще, если честно, конечно, то, что я блогер, это все-таки сказывается на клиентах. Я достаточно часто тестирую материалы, тестирую разные техники обработки кутикулы. И, если честно, все уже привыкли. Ну, это действительно так. И также все привыкли уже, что я снимаю видео и, честно, многие даже не против. Бафлю я ноготок пилочкой на 240 грит, обязательно не нажимая. То есть все это выполняется очень и очень легко. Еще такой момент, эти ногти скручиваются, поэтому форма, когда мы делали квадрат, клиенту было мало того, что неудобно, еще и постоянно были отслойки у боковых параллелей. Поэтому мы делаем коротенький овал. Также, когда вы делаете овал на своих клиентах, старайтесь оставлять хотя бы 1-2 миллиметра длины для того, чтобы овал был красивый. Если подпилить все под корень, то ногти получаются очень широкие и такие больше круглые, наверное, а не овальные. Поэтому обращайте на это всегда внимание. Бафим сначала одну сторону, потом разворачиваем ноготок и бафим другой. Обязательно разворачивайте и бафьте ноготь от боковой к центру. Дальше мы выполняем процедуру маникюра. Я отодвигаю кутикулу пушером и обрабатываю все красной фрезой пламя. Вообще, очень интересно, мне было вас спросить, интересно ли вам, как я подбираю диаметры фрез. Почему когда-то я беру 21-ю, когда-то 23-ю, а иногда даже беру 25-е синее пламя. Если вам это интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, обязательно сниму такое видео. Обрабатываю сначала на форварде на 15 тысячах, потом переключаюсь на реверс, отбиваю боковушки. Что это значит? Это значит, когда вы видите огрубевшую какую-то часть, вы можете фрезой прямо похлопать по этой огрубевшей частичке, и вашему клиенту не будет горячо, и в то же время вы уберете эту мозольку, эту огрубелость без вреда для клиента, и ему не будет горячо. Убираю все заусенчики, все это зачищаю и перехожу к срезу. Срезаю одной единой колбаской, это важно, это нужно для того, чтобы у вашего клиента потом не появлялись заусенцы. И также заканчивайте срез одним единым рывком, то есть заканчивайте его полотном, для того, чтобы так же не появлялось боковых заусенцев. Делаем срез аккуратно, обязательно натягивайте кожу при срезе. После того, как вы сделали срез, обязательно полируйте, это прям обязательно, никогда не пропускайте этот момент. Разворачивайте пальчик на бочок, полируйте не только срез, но и кожу сверху. Маникюр будет выглядеть совсем по-другому. Посмотрите, я просто прохожу с силиконовым шлифовщиком, и кожа начинает блестеть. Конечно же, видео ускорено, делаю я это чуть медленнее, но при шлифовке главное с силиконовым шлифовщиком не задерживаться на одном месте, иначе клиенту станет горячо. Полирую все-все-все, и боковые валики, и обязательно наношу праймер, так как у нас были несколько отслоечек, поэтому лучше все-таки перестраховаться. Беру базу Стронг от Мальтини, здесь у меня вырезана вот такая дырочка, я называю это баночка непроливашка, то есть даже если у меня банка куда-то падает, ничего не протекает. База очень хорошей консистенции, выравнивается быстро, да и вообще выравнивание я делаю буквально за 30 секунд. И кисть у меня тоже от Мальтини, четверка овал, ее вы можете видеть во всех видео по нанесению базы. Кстати, кисть для базы и для геля у меня разные. Кисточку для геля и кисточку для базы, несмотря на то, что они сами по себе одинаковые, я их не путаю. То есть гелем я работаю одной кистью, а базой совершенно другой. И обязательно при выравнивании я помогаю себе тонкой кистью. Вот такие вот крутые блики, сделаем такие же на всех остальных ногтях. Новая коллекция от Мальтини поразила меня. Обычно я снимаю видео и пытаюсь с вами поделиться каким-то мнением, рассказать, но эта коллекция это просто что-то с чем-то. 13 невероятно плотных оттенков, сейчас вы видите нанесение, они пастельные, есть также яркие. Это коллекция конфетти и она ложится практически в один слой. И вообще, если вы работаете с клиентами, то я думаю, что вы понимаете разницу между плешивым цветом, который еле-еле наносится в два слоя, и между тем, когда вы наносите второй слой просто для яркости, для какой-то сочности и для дополнительной плотности. Два тонюсеньких слоя это достаточно для такого гель-лака. Коллекция конфетти, в ней 13 оттенков. Если вам интересно, я когда-нибудь сниму обязательно выкраску. Напишите тоже в комментариях, если вам это актуально. Я работала ей первый раз, прямо забрала посылку и стала делать маникюр этой клиентки. Этот цвет, который я сейчас выкрашиваю, побил просто все мои рекорды. Я покрасила им уже 6 раз, представляете, 6 раз подряд. Если вы подписаны на мой инстаграм, то уже знаете, что это конфетти под номером 11. Это цвет, что-то между зеленым, желтым и салатовым. Он невероятно плотный, он пастельный, и от него в восторге все, абсолютно все. Так что, если вы подумаете о приобретении новых цветов, пожалуйста, присмотрите. Тем более зеленый у нас тренд сезона. И, если честно, я даже не ожидала, что столько людей будет красить именно зеленым оттенком. Ну, а пока мы выполняем дизайн на среднем пальчике. Я его разделила как бы напополам, такой абстракции. Также мы будем еще добавлять рисунок бабочки. Это, кстати, самая простая и самая эффектная бабочка из всех, что я когда-либо рисовала. Поэтому оставайтесь со мной, посмотрим, зайдет ли вам дизайн так же, как моим подписчикам в инстаграме. Я разделила на две половинки зеленым таким пятнышком. Это будет такая наша импровизированная трава. Голубое это небо, ну а сиреневое что-то в цвет бабочки. И еще, когда я прокрашиваю под кутикулу, и вообще, когда вы выполняете какой-то дизайн, сначала закрашивайте все основное и только потом подводите чуть глубже. Также беру гель-краску черную без липкого слоя и расставляю, и расставляю вот такие вот полосочки. Знаете, что мне это напоминает? Помните, как травку в детстве в мультиках рисовали? Вот мне почему-то напомнило это именно такое траву. Рисую я основу для нашей бабочки той же черной гель-краской. Конфетти 03 ярко-голубым цветом я рисую полоску. Рисую я отдельно по одному крылу. Дальше желтый 10 цвет. Рисую встык. Предыдущую полоску я не просушиваю. Дальше рисую розовый, который мы использовали, и также голубой, который мы использовали. По сырому делаю прожилки и просушиваю крыло. Вот и все. Просушили одно крыло, делаем следующее по той же самой схеме. Все цвета нанесли по порядку, по сырому размазали, просушили. И также делаем третье крыло. Самое главное, когда вы будете рисовать бабочку, не рисуйте ее слишком маленькой, слишком вкусной. То есть у вас должен быть простор для творчества. Вы должны понимать, что у вас должно быть место для того, чтобы размахнуться. Просушили и уже теперь выполняем обводку. Сверху я немножко решила утолщить обводку крыла и также добавить эту же самую травку. Ну и куда же без топа? Я думаю, что если вы давно меня смотрите, знаете, что предыдущие все ногти я уже покрыла. Потому что клиенты у меня постоянно во что-то вляпываются и всякий мусор на себя нацепляют. Ставьте лайк, если у вас это тоже с вами происходит. И вот наш итоговый результат. Цвета невероятно классные. Все 13 оттенков мне очень нравятся. И маникюр получился просто сногсшибательный, весенний, яркий, красивый. Ну и конечно же гель-лаки очень хорошо ложатся. Если видео вам понравилось, было полезно и интересно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в инстаграм. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!